Вот как выглядит Чикаловский пляж в наши дни. Одни руины и мусор прямо возле трассы здоровья, где обычно одесситы гуляют и занимаются спортом. Эти домики неизвестные, сносили еще в прошлом году и несколько раз поджигали, чтобы освободить территорию под застройку. На этом месте планируется новый курортный комплекс с отелем. Но застройка так и не началась, и эти руины целый год украшали вход на Чикаловский пляж. Малоизвестная общественная организация из Киева обратилась в окружной административный суд столицы с требованием признать стройку на территории Чикаловского пляжа незаконной. После проигрыша в первой инстанции общественники подали апелляцию, но тоже проиграли. И, наконец, вердикт Верховного суда, который обжаловать уже нельзя. Строить можно. За спинами одесситов произошло фактически узаконение с помощью судебных решений захвата зеленой зоны общего пользования. Напоминаю, что по зонингу, который был не так давно принят и утвержден в Одессе, данная территория, на которой мы находимся, имеет обозначение Р3П, а именно территории зеленых насаждений, зеленых зон общего пользования, которые не допускают размещения здесь никаких объектов рекреации, причем имеется в виду капитальных объектов. Для того, чтобы можно было его застроить, для этого к нему присоединяют соседний участок, якобы в общую территорию, и выдаются градусловия ограничения, общие для двух участков, которые имеют разное целевое назначение. Под застройку отводится более трех гектаров бесценной прибрежной территории. На первом участке целевое назначение допускает строительство отелей, пансионатов и турбаз. Второй участок, который явно больше такую возможность, исключает. Он предназначен только для общественного отдыха, без каких-либо капитальных сооружений. Кроме того, этот участок расположен по адресу французский бульвар 85. Но где находится здание, а где сам склон? За застройщиком зарегистрировано право собственности на некое строение площадью 1200 квадратных метров по адресу французский бульвар 85. Но в зеленой зоне такого капитального строительства быть не может. Да и мы погуляли, и ничего подобного мы не увидели. Сейчас пойдем искать это здание призрак. Идем по прямому адресу французский бульвар 85, как это показано на карте. Пустые склоны на пляже и верхняя терраса явно не могут иметь один и тот же почтовый адрес. Но в Одессе возможно все, что угодно. Доказательством манипуляции и недобросовестного отношения застройщика и управления архитектурой, выдавшего градостроительные условия ограничения на застройку земельного участка по адресу французский бульвар 85, является то, что по этому же самому адресу, но уже на верхней кромке склона, находится девятиэтажный корпус санатория имени Чкалова. Я могу допустить, что где-то здесь может затеряться еще один объект общей площадью 1200 квадратных метров, собственником которого является застройщик пляжа. Но отводить землю на нижней террасе склона для строения находящегося неизвестно где, это по меньшей мере преступление. Несмотря на кажущуюся незаконность будущих коттеджей и высотки, этот вопрос с буквой закона не противоречит. По мнению общественников, такая схема в дальнейшем обезопасит застройщика от любых исков, не согласных с ее реализацией.